В Магнитогорске заключили под стражу 19-летних девушек, которые похитили у пенсионерок 740 тысяч рублей. Девушки звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и просили перевезти деньги, потому что стали виновниками аварии. Но обманщиц нашли и задержали. Их признание на допросе покажем прямо сейчас. Предложила работу, сказала, хочешь заработать. Я спросила, каким путем. Она сказала мне, что нужно будет приезжать на адреса и забирать денежные средства. Потом эти денежные средства передавать мне. На этих кадрах 19-летняя девушка рассказывает, как узнала о работе. Говорит, на работу ее позвала подружка. Они надели на меня длинную куртку, светлую, черный свитер, завязали как будто шарф. И дали мне адрес, куда нужно подъехать. А сами недалеко от меня ходили. А это та самая подружка, которая и стала инициатором криминального заработка. Тоже дала признательные показания. Девушки приезжали домой к пожилым людям со словами, что их родственник попал в ДТП и деньги нужны для помощи. Так жертвой стала 78-летняя пенсионерка. Плачущая девушка, я ее признаю. Говорит, это баба я Татьяна, я попала в аварию. У меня пробита голова, рассечена губа. Вот я сижу сейчас, я спрашиваю, где она? Ну, в травмопункте в Трестовской больнице. По моей враговине, значит, пострадала вторая машина. Девушка в реанимации, у нее, в общем, сложные травмы. Нужно, получается, что я виновата. Меня могут еще и осудить вроде бы за то, что я нарушила что-то там. Какой суммы ты располагаешь? Я сказала, говорю, есть же у нас с тобой на памятнике вот такая сумма. 140 тысяч. После этого звонка приехала девушка и представилась Насте. Испуганная пенсионерка отдала все свои сбережения. Спустя несколько часов решила сама позвонить своей внучке, чтобы узнать о здоровье. Тогда и поняла, что ее обманули. Как тебе? Что-то там морально вам жалко? Вот особенно вот эту пожилую бабушку, она такая хорошая. Я туда зашла, когда она узнала, что это я, она даже ничего не стала на меня орать, ничего не говорить. А вот другая их жертва, 94-летняя пенсионерка, лишилась 600 тысяч рублей. И схема такая же. Родственник попал в ДТП. В результате профессиональных оперативно-следственных мероприятий были установлены личности подозреваемых и их местонахождение. В настоящее время в отношении двух задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Полиция выясняет, сколько стариков навестили эти две подружки. Девушкам теперь грозят весомые сроки за решеткой.